Многие люди практикуют различные техники работы с расширенными состояниями сознания. Например, дыхательные техники. Самая известная техника — это холотропное дыхание. Многие говорят, что я был на сессии холотропного дыхания и испытал переживания прошлых жизней. Здесь есть маленький нюанс. По большому счету, для нашего сознания абсолютно все равно, было ли на самом деле то, что в сознании присутствует, или это было придумано. То есть и то, и другое — это всего лишь продукт и отражение в нашем сознании. Поэтому неважно, было на самом деле или не было. Важно, что в этом образном ряде, в этом ряде переживаний человек заключает некий сценарий, связанный с его каким-то важным жизненным сюжетом. Очень часто эти сценарии облекаются в форму прошлых жизней. Поэтому мы не можем в ряде случаев проверить, это было на самом деле, или это всего лишь некая иллюзия конкретно взятого человека, иллюзия, связанная как будто бы с сюжетом из прошлой жизни. Но дело в том, что с этим сюжетом связана конкретная динамика переживаний, конкретная феноменология. То есть что-то происходит с телом, что-то с чувствами и эмоциями, что-то с сознанием, что-то с восприятием. И все, что я перечислил, телесные симптомы, чувственно-эмоциональные, связанные с искажением восприятия. Весь этот набор, весь этот феноменологический ряд, он будет присущ человеку, который попал совершенно в любой сюжет. И неважно, это сюжет из прошлой жизни, сюжет из этой жизни. Или это сюжет, когда человек отождествляется с каким-то космическим пришельцем, или с каким-то существом вообще из другой реальности. То есть набор переживаний один и тот же. Упаковка разная, язык, на котором подается это переживание, разный. А людям же хочется попасть в сказку, им же хочется чего-то высокого, что-то запредельного, что-то трансцендентного. И естественно, что хочется испытать состояние, что я был монахом в прошлой жизни, а не пахарем или сантехником. Или Наполеоном, а не каким-то там рядовым солдатом. То есть естественно, что человеку хочется прикоснуться к великому. И ему приятно, что вот в процессе поднялся сюжет реинкарнационный, что я был каким-то там великим воином. Вот и в меня попало копье, поэтому в этом месте у меня сейчас что-то болит. И действительно, что когда человек разбирает псевдореинкарнационный сюжет, то у него действительно может пройти ныне существующая болячка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!